Барака Обамы. Лидер США назвал Россию одной из главных мировых угроз наряду с террористами и лихорадкой Эбола. По мнению Михаила Горбачева, главная причина нынешней политики в отношении России – претензия США на мировую монополию. Украинский кризис – не более чем повод. Непозволителен и тон выступлений американских государственных деятелей. Какая-то разнузданность, это даже не политический разговор, не политический диалог, а брань, задеть, спровоцировать. И главное, чтобы не утихали тут распри. По мнению президента СССР, между нашими странами холодной войны пока нет, но признаки ее уже заметны. Горбачев считает, что Россия в сложившейся ситуации заняла правильную позицию. Необходимо сохранять выдержку, не терять голову и продолжать диалог, как бы сложно это ни было. Андрес Фокк Расмуссен покидает не Барака Обамы. Лидер США назвал Россию одной из главных мировых угроз наряду с террористами и лихорадкой Эбола. По мнению Михаила Горбачева, главная причина нынешней политики в отношении России – претензия США на мировую монополию. Украинский кризис – не более чем повод. Непозволителен и тон выступлений американских государственных деятелей. Какая-то разнузданность. Это даже не политический разговор, не политический диалог, а брань. Задеть, спровоцировать. И главное, чтобы не утихали тут разборки. По мнению президента СССР, между нашими странами холодной войны пока нет, но признаки ее уже заметны. Это тоже не надо, чтобы потом вроде проснулись и холодная война. Нет, вот это такое состояние. Будем надеяться, что все-таки жизнь будет, время сработает на то, что поймем. Горбачев считает, что Россия в сложившейся ситуации заняла правильную позицию. Необходимо сохранять выдержку, не терять голову.